Тройки целых чисел, сумма которых равна 0. Вычисляем, возводя каждую в степень 1999. Может ли число х равняться 2? Может ли случиться, что число простое? Взяли три числа, сумма которых 0. Взвели в 1999 степень каждой сложить. Может ли случиться, что сумма этих 1999 степеней двойка? Вот рассмотрим тот случай, когда одно из чисел отрицательное. Пожалуйста. Степень у нас не черная, значит, оно останется отрицательным. Да, конечно. Возможно, это два числа отрицательные, и тогда они в сумме 1 из других положительных чисел. И что? Значит, они и в этой степени будут давать такое же число, значит, это всегда будет давать у, и х на давать у, и х на давать у, и х на давать у. Смотрите, пожалуйста. Возьмите такие числа 2, минус 1 и минус 1. Понимаете ли вы, что тогда 2 в степени 1999, минус 1, минус 1, это вообще-то будет огромное число. Вовсе не надо. Мы можем выразить с через а и б, и подставить выражение для х. и тогда, скорее всего, у нас получится, что х равен 2 быть не может. Нет, ну что получится там, не знаю, но сделайте это. У нас же 3 буквы, но при этом сумма 0. Может быть, лучше обойтись двумя буквами? Все-таки. А число 1999 проставят? Да, но это в данном случае не так важно. Ни одно из чисел не равно 0. Кто же не умеет подставить просто и форму написать? Ну, сделайте, что? Уже еще не проблема. Пойти к доске и сделать. Да. А, ну да, отсюда следует, что х обязательно делится на 1999, потому что оно простое. Да, оно азух равно числу до числа. Сейчас увидим. Итак, если возвести в степень, раскрыть, все помнят, что получается, когда сумма возвышит степень? Да, и что там получается? Там получается какая-то степень А умножить на какую-то степень Б и еще с бенебальным коэффициентом. Правильно? Вот, замечательно. Ну, так так и пишите. Во-первых, везде будет знак минус. Не без этого. Да. Минус что? Ну, А в 1999 уходит, Б в 1999 уходит, Б в 1999 уходит. Да. Получается... Ну, самое первое. 1999 А в степени 1998. Нет, коэффициент в 1999 будет. Это сколькими способами. Надо представлять себе, что у вас написано в 1999 скобках, и вы из каждой берете одну из букв А и В и берете все варианты. Ну, а значит, то, что будет, второй множитель должен равняться единице. А можно он равняться единице? Да, если А и В, то, наверное, равняться единице. Молодец. Дело в том, что то, что там получится, оно вообще-то делится на А и делится на В. Посмотрите, пожалуйста, у нас как выглядит любое выражение, которое получается, когда А плюс В возбудишь. Это с каким-то коэффициентом А в какой-то степени, на В в какой-то степени, да? Причем самые крайние уничтожаются. Значит, на произведение А и В наше выражение что? Делится. Да еще оно делится на 1999. Значит, что остается? А и В это кто? Единицы. Ну, или минус единицы. Значит, вам осталось, нет, шишни. Вам осталось проверить варианты. Либо А равно В, равно Единице. Либо А это единица В минус единица. Первый вариант. А и В это единица. Что тогда? Хорошо. Нет, не надо равно. Просто в наше исходное выражение вместо А подставьте единицу, вместо В единицу вместо С минус 0. Если у нас А единица по единице, то это единица 1999. Да, да, да. Шишки человеческие. Это 1. Да, да, да. Дальше. Плюс А1. Ему минус 2. 1999. Да. Ну, как, может это что равняться двойке? Как тоже? Конечно, нет. 2 в 5,5 и 6,9 – огромное число, да? Помните, 2 в 10, и 6 в 24, да? Вот, хорошо. А может это число равняться просто простому? Нет. Потому что это число черное. Значит, оно было бы простым только в случае, если бы оно равнялось двойке. А то, что оно не равняется двойке, это как-то понятно. Оно черное. Отлично. Оно черное. Так, тебе нужно еще один вариант разобрать. А равно 1, Б равно минус 1. Значит, минус 2. Минус. Нет. А равно 1, Б равно минус 1, а С равно 0. Это совсем глупость. 1 минус 1 плюс 0. Это будет 0. Ну, все, спасибо. Все, решили твою задачу.